Рукопашный бой – лучший друг ребенка, считают в местной федерации этого вида спорта. Специалисты русского вида единоборств уже в течение нескольких месяцев проводят во Владивостоке бесплатные мастер-классы для школьников и воспитанников детских садов. Цель одна – показать детям, что такая борьба будет полезна и в целях самозащиты, и в роли спортивного хобби. Чтобы детей заинтересовать в этом, мы постарались сделать, обзвонить, прийти, пригласить. Как бы к нам приходят, возраст достаточно разный. Есть и от 6 лет, ну и старше – 12-15 лет. Программа мастер-классов, которые проходят в спорткомплексе «Витязь» довольно плотная. За пару часов детей пытаются научить и базовым приемам, и даже некоторым секретным уловкам. Стилизация рукопашного обоя очень обширная, поэтому некоторые юнцы приходят сюда даже из других единоборств. Есть кувырки, тут, получается, можно бить в пах уже. У нас в карате это запрещено по правилам. Также тут есть приемы с каратой руками, цки, яхуцки, шитоцки, мавашицки. Пошли попробовали потренироваться, мне это очень-очень понравилось, и я стал заниматься. После этого мне, Александр Владимирович, разрешал въезжать на соревнования. Там я занимал только первые, вторые места, но третьего еще ни одного нет. Для участия в мастер-классах по рукопашному бою детям не требуется специальная спортивная подготовка. Мероприятие дает возможность ребенку и родителям увидеть своими глазами, что все это безопасно и несложно. К тому же этот вид спорта открывает возможность воспользоваться льготным поступлением в вузы и колледжи военной направленности. Этот вид спорта развивает, во-первых, вестибулярный аппарат, то есть ребенок стоит более активным, более внимательным на дорогах, в школе. То есть, в принципе, во все, в координационной системе. То есть, ребенок становится, себя формирует, свой мышечный корсет и, в принципе, в дальнейшем может себя защитить. И хотя настоящие соревнования в этом виде спорта положены только с 12 лет, бойцы помладше тоже не упускают возможности проявить себя хотя бы в демонстрационных поединках. Именно такие показательные встречи для самых маленьких пройдут уже в сентябре этого года. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.